Ну, напомню, что мы в прошлый раз начали классифицировать группы порядка ПКУ. Вот ПКУ были простые числа, ПБОЛЬШЕ ЧЕМ КУ. Вот, и мы рассмотрели, ну там получается два случая. Мы доказали, что там есть подгруппа ЦП, которая нормальная. Вот, уже порядка ПКУ. ЦП силовская подгруппа, она оказалась нормальная. Вот, и есть подгруппа силовская КУК подгруппа, но она не обязательно нормальная. Вот, и мы поняли, что если КУ не делит по минус один, то отсюда следует, что же просто циклическая. А вот, а если... А да, остался случай, когда КУ делит по минус один. Вот, и что мы тогда в этом случае поняли? Мы поняли следующее. Вот ЦКУ, она действует над ЦП сопряжением. Сейчас я еще напомню, что это значит. Действует над ЦП сопряжением. То есть, вот если у меня есть какой-то элементик G из ЦКУ, то вот такое отображение, которое H отправляет в G, H в минус первый, вот это гамморфизм с ЦП в ЦП. Ну, причем не просто гамморфизм, а автоморфизм, конечно, потому что она была симой. Значит, это автоморфизм. Вот. Ну и понятно, что поскольку вот эта штука тоже умножение переводит в умножение, у нас получается гамморфизм просто группы СЦКУ в автоморфизме ЦП. Значит, СЦКУ это циклическая группа, а автоморфизм ЦП это, ну, тоже группа какая-то. Она уже не абелева вообще говоря, но в данном конкретном случае оказывается, что она все равно абелева. В данном конкретном случае мы вспомнили, что ЦП можно рассмотреть как ФП по сложению, да? Вот. И тогда автоморфизм ЦП это ФП со звездочкой по умножению. Там есть какая-то образующая, да? Ну, вот пусть я обозначу ее образующую. Вот. Тогда это просто циклическая группа порядка по минус 1, рожденная ЦП. Вот. То есть вот эта штука, это ЦП минус 1. Вот. Ну, вот на этом мы остановились в прошлый раз, вспомните, да? Вот. Ну, теперь осталось все-таки понять, что же за группа у нас получится, если мы возьмем какой-то автоморфизм. Какой-то гамморфизм вот отсюда-сюда. Ну, первый случай, как всегда, этот гамморфизм может быть тривиальный. Этот случай мы уже видели. Первый случай просто... Дайте его ФИ обозначим. Первый случай ФИ просто все отправляет в единицу. ФИ от АЖ равно едини... Что там, ФИ от АЖ равно единиц или любого Ж. А вот. Ну, это, опять же, предыдущий случай, да? В этом случае просто все элементы из ЦКУ коммутируются со всеми элементами из ЦКУ. Вот. Ну и мы в предыдущем случае. То есть просто у нас получается прямое произведение Ж. И замолвенное. Просто прямое произведение ЦП на ЦКУ. Ну и тоже, или иначе говорят, просто циклическая группа. Поскольку по ЭКУ взамен просты, то по китайской теории обосадков получается такой вот эзоморфизм. Вот. То есть это мы уже видели. Но второй случай, когда ФИ нетривиальный. Значит, ФИ нетривиальный гамморфизм... Ну вот, давайте подумаем, как он может выглядеть. Вот, допустим, у ЦП... Ну вот, пусть у ЦП у нашей образующей была, допустим, Х. У ЦКУ образующая Y. А вот. А вот у ЦП-1 образующая Z. А вот, тогда вот этот вот гамморфизм из ЦКУ в ЦП-1. Значит, как он выглядит? Y он куда должен отправить? Вот ЦТ в какой степени? Если порядок Y равен Q. Ну, несколько вариантов есть, но в любом случае, что можно сказать? Z в какой степени? По минус 1 делить на Q. Да, по минус 1 делить на Q еще умножить на что-то. Ну, умножить на N какое-то. Понятно, да? Значит, потому что он должен... И порядок Y равен Q. Поэтому он должен отправиться куда-то сюда. Вот. Потому что элементы порядка которых равен Q, они вот так вот и выглядят. Они сами по себе образуются в количественную группу. Внутри цепи минус 1. И гамморфизм выглядит так. Вот. Но при этом, если Y равно 0 по модулю P, ну, это смотри выше. Это мы уже видели. А по модулю, извиняюсь, Q. По модулю Q, да? По модулю Q. Вот это мы уже видели. Или это первый случай. Вот. То есть все в единицу просто отправляется. Вот. А если Y не равен 0, не сравним с 0 по модулю Q, ну, найдем к нему обратное. Существует Y такой, что Y сравним с единицей по модулю Q. Вот. И Y, естественно, сам не сравним с 0 по модулю Q. Вот. А куда отправится Y в Y? Куда отправится Y в Y? Если и Y, то они нас единицей по модулю Q. Да, просто вот это в степени по минус 1 делить на Q. Вот эта штука пропадет. А Y в Y – это тоже образующее, да? Мы написали, что ЦУ – это Y, но мы могли с тем же успехом взять в качестве образующей Y в Y. Потому что Y несравнимо с 0 по модулю Q, и любая такая степень образующая – тоже образующая. Вот. Поэтому во втором случае просто можем считать просто переобозначение образующей. Можем считать просто, что во втором случае гоморфизм вот так вот. Можем считать, что гоморфизм наш вот такой. Что Fiat Y просто это Z в степени по минус 1 поделить на Q. А вот. Ну, выбрав другой Y в качестве образующей. Вот. Так что второй случай… А, ну да. Давайте посмотрим теперь, что мы все про группу знаем. Значит, то есть что мы просто группу теперь сможем назвать образующими соотношениями. Значит, G, она порождена образующими X и Y. Вот. А соотношения такие. Значит, во-первых, X в P – это равно 1, конечно. Во-вторых, Y в Q – это равно 1, потому что это образующая циклическая группа. Вот. И теперь, что про Y и X мы знаем? Значит, мы знаем, как Y действует на X сопряжением. Y к X и Y к минус 1 равно… Ну вот, и тут надо что-то такое написать, да, значит. Ну вот, тут у нас была аддитивная запись. А сейчас мы переходим к мультипликативной. Ну, значит, я должен вот так написать. X степени Z в степени по минус 1 поделить на Q. Где Z – это первообразный корень в Z по P. Z с крышечкой. Э, с крестиком. Учили вас, да, что, значит, вот это вот… Ну, мы это даже проходили, да, для FPT, что это группа циклическая, поэтому можно выбрать первообразный корень. Ну вот выберем первообразный корень и будем его просто понимать как остаток по модулю P. Вот. Вот, тогда… Ну, X можно возводить в остаток по модулю P, как раз потому, что у нас есть соотношение X в это равно 1. Поэтому это корректно определено. Ну, вот так и запишем, значит. Вот. Вот. Ну, из этих соотношений уже все-все… Вся таблица умножения, в общем, следует, да. После этого вы просто доказываете, что G на самом деле имеет такой вид. Значит, какой вид G имеет? Ну, просто X состоит просто из элементов вот такого вида. X в степени I на Y в степени Y, где I от 0 до P, Y от 0 до… Вот. Ну, это вы стандартным образом доказываете. Просто, значит, берете это множество и действуете на нем X ум и Y. И X, очевидно, оставляет это множество на месте. Ну, переводит себя вернее. Вот. А когда Y мы действуем, что происходит? Если вы Y умножаете на какой-то вот такой элемент, вот, то как это можно написать? Ну, так это можно написать. Y в степени Y минус 1 на Y в степени Y плюс 1. Вот. А вот это вы знаете. Ну, потому что возведение в эту степень, ну, значит, тут надо просто и раз повторить вот эту конструкцию, да. То есть, что там просто получится? Нет, не Y раз повторить эту конструкцию, а просто как с этой применить эту конструкцию. X на Y умножить на Z по минус 1 поделить на Q на, что там, на Y в степени Y плюс 1. Тоже элемент такого вида. Ну, все. Тут, естественно, взять по модулю P, тут по модулю Q. Вот. Так что вы знаете просто, как перемножаются все элементы здесь, и поэтому вы знаете саму группу. Значит, знаем группу. Вот. То есть, мораль такая, но давайте это даже в виде теоремы сформулируем. Теорема, если порядок G равен PQ побольше, чем Q, тогда, значит, в случае при, значит, P с несравнимым соединицей по модулю Q, G обязательно из-за многих на циклической группе, а при P с равнимым соединицей по модулю Q есть два варианта. Значит, или G из-за многих на циклической группе, или G, ну вот, имеет такое задание образующими соотношениями. Ну, давайте еще раз перепишу. XY X степени P равна Y степени Q равна 1. Y, X, Y минус 1 равно X степени Z в степени P минус 1 поделить на Q. Вот, то есть два варианта. Ну, понятно, что это разные варианты, потому что это группа Абелева, а это группа Неабелева. Тут X и Y нетривиальное сопряжение тут. Вот, то есть вот описали мы группу порядка P. Ну, вот частный случай, например, когда Q равно 2, вы, конечно, уже это видели. Частный случай Q равно 2. Ну, вот здесь, понятно, получается С2P. Это понятное дело. Вот, а здесь что получается? Что за группа? Если Q равно 2. Ну, вот сюда можно смотреть выразующие соотношения X, P. Тогда что? X, P это равно Y квадрата, равно 1. Y, X, Y минус 1 равно X. В какой степени, кстати? З это в степени минус 1 пополам? Это что такое? Минус 1, да. Тогда вот будет группа такая. X, Y, X, P это равно Y квадрата, равно 1. Y, X, Y минус 1 равно X минус 1. И где-то мы это видели, правда? Что это за группа? Диэдральная, да. Это просто диэдральная группа. Замов на D. Ну, вот я P пишу, некоторые пишут тут 2P. Ну, вот диэдральная группа. Ну, не C2P. Что? Ну, наверное, не C2P. А, ой, да-да-да-да. C2P, два варианта. C2P или DP, да, диэдральная группа. DP вот этому. Спасибо. Вот. Ну, то есть, а это что-то вот тоже похожее на диэдральную группу, только у нас тут не отражение, а вот элемент порядка Q. Ну, вот мы хотим для вот такой конструкции какое-то вот общее название иметь, потому что такие конструкции, на самом деле, часто встречаются с группами. Вот. Ну, давайте так и назовем. Такую вещь называется полупрямое произведение. Вот, ну, вы уже знакомы, конечно, просто с прямым произведением, да? Если у нас есть две группы G и H, мы можем образовать G и H, это прямое произведение. То есть элементы это просто пары, а умножение поточечное. А вот. А полупрямое произведение это немножко хитрее. Значит, давайте. Кстати, там, помимо G и H, нужны дополнительные данные, а именно, вот у нас тут есть FI, да, вот он, вот он FI. Посмотрите, у нас тут было две группы, CP и CQ. Вот. И помимо того, что нам заданы эти две группы, еще задан галморфизм из одной группы в автаморфизм и другой. Ну, вот, надо как-то зафиксировать, ну, вот, допустим, у меня G будет нормальный, да, а H тогда, значит, задан галморфизм FI и SH в автаморфизм и G. Вот заданка такой галморфизм. То есть полупрямое произведение зависит не только от двух групп, а еще и от вот этого галморфизма. Вот, ну, тогда давайте образуем полупрямое произведение, оно вот так обозначается, значит, тут вот такая вот, ну, как прямое произведение, а тут еще значок нормальности. Это символизирует, что уже будет нормальной подгруппой в полупрямом произведении. Ну, в техе есть этот значок, так что не бойтесь. А вот, вот эта штука равняется просто множество, как множество, это просто тоже множество по G, H, по G из G, H из H. Вот, а произведение немного хитрое. Значит, произведение такое. Вот, представьте, я хочу перемножить вот такие элементики. G1, H, ну, вот пара G, H символизирует произведение просто G, H. Предположим, я хочу перемножить два элементика. G1, H1, G2, H2. Так, это просто пока эвристика. Вот, тогда как я могу это переписать? Я могу это вот так переписать. G1, G2 на G2 в минус первой H1, G2 на H2. Правильно? Вот, а теперь расставить скобочки. Вот это элемент G. А вот это элемент G, не с той стороны, извиняюсь. Это если бы G на H действовало. А у меня H на G действует. Значит, неправильно написал. Так, значит, тогда вот так надо. G1, H1, G2, H1 в минус первой, H1, H2. Вот, теперь правильно. Вот это вот элемент H. Так, вот это элемент G. А это тоже элемент G, потому что подгруппы-то нормальная, предполагается. Вот, и более того, вот это вот действие нам задано. Вот это я могу написать как фи от H1 от G2. Вот, поэтому давайте так произведение введем. Если я хочу перемножить две пары, G1, H1 на G2, H2, то тогда результат такой. Тут будет G1 умножить на фи от H1 от G2. Так, значит, что это такое? Фи от H1 это элемент группы автоматизмов. А с этой элемент группы автоматизмов я могу им подействовать на G2. Вот, запятая H1, H2. То есть по второй компоненте у нас просто поточечное произведение. А по первой компоненте, ну, как говорят, подкрученное поточечное произведение. То есть, если было просто прямое произведение, то было просто G1, G2. А тут вот, ну, вот на что-то подкрутить надо, на автоматизм какой-то. Вот, вот это называется полупрямое произведение. Такая вот группа, то есть группа, как множество, это множество пар, а правило произведения вот такое. Вот такая группа называется как раз по прямым произведениям. Так, ну хорошо. Да, ну естественно, я что-то тут не проверил, да? Чего надо проверять? Это группа? Да, что это группа. Ну, давайте это упражнение выставлю. Значит, самое сложное и занудное проверить ассоциативность. Ну, обратный элемент. Если уж у вас не получится догадаться, как он выглядит, ну вот, воспользуйтесь примерно такой же эвристикой, да? То есть обратный элемент. Вот я хочу уже аж в минус первой найти. В принципе, я знаю, что это аж в минус первой, аж в минус первой, но тут они в неправильном порядке стоят. Ну, вот как это в правильный порядок переставить? Ну, вот так это в правильном порядке переставить. Написать здесь... Чего там? Значит, сначала g, h в минус первой, g в минус первой, h, на h в минус первой. Вот теперь они в правильном порядке стоят, потому что это элемент g, а это элемент h. Ну, отсюда можно догадаться, как выглядит обратный, да? Значит, обратный g, h, это что такое? Ну, вот он написан. Значит, это фи от h в минус первой, а g в минус первой, запятая h в минус первой. Ну, теперь надо проверить, что это действительно обратный. Перемножьте по этому правилу и убедиться. Вот. Ну, ассоциативность тоже оставлю в качестве упражнения. Значит, упражнение проверьте аксиомы группы. А вот. Так, ну, естественно, прямой произведение, в частный случай полупрямого. Просто если взять, фи все отправляют в единицу, значит, фи от а, тождественно равна единица, тогда получится просто прямое произведение. Так, какие еще свойства полупрямого произведения? Ну, главное свойство такое. Так, ну, g и h в нем можно рассматривать как подгруппы, значит. Вот, если... А именно, формально говоря, у нас есть инъективный гоморфизм. Из g в g крест... Ну, не крест, а полупрямо h. Да, еще маленькая ремарочка. Ну, вот мы тут пишем просто же h, но фи где-то подразумевается. Если хочется подчеркнуть фи, ну, где-то его там внизу надо написать. По числу индекса. Вот. Ну, мы иногда будем писать, но, как правило, конечно, не будем. То есть фи подразумевается. А вот. Ну, вот есть инъективный гоморфизм. Он же отправляет в пару g1. Ну, смотрим сюда. Видим, что если h1 равно 1 и h2 равно 1, то действительно произведение получается обычное. Вот. И есть гоморфизм инъективный из h сюда. Ну, тоже самое. Значит, h отправляется в пару 1h. Ну, опять же, смотрим. Если g1 и g2 равно 1, то на этом месте тоже стоит единица, потому что здесь единица, а здесь какой-то автоморфизм, примененный к единице. Это тоже единица, потому что это автоморфизм. Вот. Так что в полупрямом произведении действительно есть две подгруппы. Одна из замок на g, другая из замок на h. Так же, как и в прямом произведении. Вот. Но отличие полупрямого произведения заключается в том, что g будет нормально. Значит, g будет нормально, в полупрямом произведении, ну, поэтому с этой стороны как бы галочка такая и ставится. Вот. Почему уже будет нормально? Ну, потому что мы, по сути, так определили. Ну, давайте это аккуратно проверим. То есть я взял элементик какой-то G1. Ну, давайте лучше его обозначу K1, что ли. K1. Вот. И сопрягаю его при помощи чего-то. GH. А тут обратный, ну, вот обратный мы посчитали. Фи от H в минус первой, от G в минус первой, H в минус первой. Вот. Ну, я хочу проверить, что сопряжение тоже имеет вид что-то один. так, ну, вот на этом месте, к счастью, мне ничего считать не надо. Вот. А на этом месте во второй компоненте просто все поточечно делается. Так что на втором месте будет H на 1 на H в минус первой. поэтому действительно один. Вот. Поэтому G будет здесь нормальной подгруппой. Вот. Ну, или чуть более изящно можно было бы сказать следующее, что у нас вот есть помимо вот такого громоморфизма из H сюда есть громоморфизм в обратную сторону, да? Есть громоморфизм, который элемент GH отправляет в H. Это тоже громоморфизм групп. Тоже громоморфизм групп. Мы просто на формулу смотрим. На формулу смотрим и мы увидим, что действительно громоморфизм. Так. Вот она формула. Действительно громоморфизм. Произведение отправляется в произведение. На второй компоненте состоит произведение. Вот. А какое у него ядро? А ядро этого громоморфизма это как раз G. Это пара G1. Правильно? Поэтому G как и ядро какого-то громоморфизма будет нормальной подгруппой. Вот. А H вообще говоря нормальной подгруппой не будет. H вообще говоря нормальной подгруппы не будет. но более того упражнения проверьте что если аж нормальная подгруппа полупрямом произведение то это просто прямое произведение если аж нормально в прямом произведении то отсюда автоматически следует что просто у нас на самом деле полупрямое произведение это просто прямое произведение вот так что если у нас какой-то не какой-то нетривиальное полупрямое произведение то же в нем будет нормально аж нормально не будет как вот в этом случае например в группе деды вы сами можете убедиться там циклическая подгруппа нормально а подгруппа поврежденной отражением конечно ненормально при сопряжении отражение она переводится в другое творожение вот ну и наоборот если у вас внутри какой-то группы завелись две подгруппы с такими смотрите в качестве теоремы сформулирую теорема ну вот пусть к какая-то глупая ажи аж не подгруппы вот причем с такими свойствами же нормальная значит свойства таки один же нормальная вот второе свойство что ажи аж пересекаются по единице нет общих элементов нет реальных вот а третье свойство что они все порождают но это могу так написать значит же аж на внука значит помните вы обозначение жажда это просто поточечное поскольку уже нормально я могу рассмотреть жажа это будет подгруппы в к помните со вчерашней лекции да просто поточечное произведение беру а вот беру вот это поточечное произведение и вот я требую чтобы получилась вся к вот тогда тогда же просто изоморф а вы чего там к изоморф на пол прямом произведении уже на аж для некоторого вот ну доказательства прямолинейные совершенно сразу смотрим на третье свойство значит смотрим на третье свойство и она нам уже подсказывает так как строить гомографизм то есть каждый элемент нашей группы представляется в виде же умножить на аж вот дать поэтому таскать как восстановить и как теперь восстановить финну вот точно так же по вот этой эвристике значит что такое фи фи это что вы какие фи это ответ на вопрос каким образом аж сопрягаешь вот фи фи от аж а джи положим равным просто аж же аж минус пир то есть же нормальная подгруппа поэтому аж на ней действует с сопряжением ну вот по и так и определим фи вот и теперь определим просто гомофизм из полупрямого произведения в нашу группу а гомофизм такой пара же аж отправляется в же умножить на ваш вот мы надо естественно проверить что это гомофизм значит это первое это гомофизм но по сути мы это уже делали как раз когда применяли вот эту эвристику вот она формула да потому что ну вот если у меня есть же один h1 на же 2 h2 то куда она перейдет с одной стороны она перейдет в же 1 h1 на же 2 на h2 а с другой стороны смотрим сюда вот эта штука равна же 1 фи от h1 же 2 запятая h1 h2 поэтому переходит это в же 1 значит вспоминаем определение фи h1 же 2 h1 минус 1 на h1 на что это одно и то же поэтому это действительно гомофизм вот ну теперь надо едой образ считать но вот как раз у нас условия такие чтобы как раз образ оказался все подгруппой до оказалось 3 вот считаю так ну дайте его псих что ли обозначим вот образ пси это просто все к по третьему условию вот а ядро пси это что такое ну что я чтоб все попал в виду это значит что же h равно единицы вот но тогда элемент же он одновременно лежит и в же и ваш потому что это аж минус 1 вот а по первому по второму условию значит что просто ж равно единицы он тогда и аж конечно вот так что действительно это гомофизм все активное с реальным ядром значит это изоморфизм значит все изоморфизм вот ну отметим частный случай да если допустим вы еще знаете что аж нормально в что что в условиях теорема не только же нормально в ка еще и аж нормально в ка ну тогда точно так же доказывается что же это просто что к это просто прямое произведение же и аж вот замечание вот если еще и аж нормально в ка вот точно так же можно показать вот что ну просто фейта тождественная единица вот и к и самов на пост при обычном прямом произведении уже и аж вот ну давайте сейчас еще про задание образующими соотношениями быстренько скажем полупрямого произведения вот если же у вас однообразующие какие-то образующие x и соотношение р значит аж тоже за однообразующими соотношениями вот ну тогда как полупрямое произведение задать но просто задать тут взять или но объединение до дизвинутное на вот так просто пишу подразумевается дизвинутное объединение вот а соотношение такие значит р надо конечно с надо вот но этого недостаточно да то что если я просто вот так взял то что бы я получил ну не прямое только какое что какое-то да свободное называется да свободно а чтобы получить прямое что я должен был бы сделать какие бы еще соотношение наложить но это сложно соотношением записать просто прямое не пол прямая просто прямое вот тогда какое бы соотношение помимо эвс прямое произведение элементы же с элементами а что делают коммутирует вот такое надо дописать да вот а для полупрямого соответственно я дописываю что не совсем коммутирует а вот с подкруткой ну вот еще такие соотношения что то там на ком действует y да на x и y и x и грек минус 1 равно фи от y от x вот то есть я вот беру вот такие соотношения такие вот ну и определяю как y на x и действует ну вернее все элементы а а как элементы h действует на элементах же ну вот это так ну вот это надо конечно как-то расписать это потому что это элемент же его надо записать в виде какого-то слова записать в виде слова в алфавите x потому что это может не быть образующий мало ли вот но мы все львом случае это представляется как произведение образующих вот так что так что вот тоже так вот можно задать ну хорошо до примеры примеры хотел еще привести но один пример у нас уже был седуальной группы я но еще раз напомню значит диэдральная группа там не обязательно для простого там диэдральная группа порядка n это полупрямое произведение циклической на циклическую порядка 2 а вот а автоморфизм такой значит а c2 в автоморфизмы cn но c2 всегда отображается в автоморфизме группы просто образующую отправить в а нет не всегда для для если поскольку это абелева значит автонорфизмы cn не давайте давайте уж аккуратно напишу все таки значит фи от y от x фи от образующие это x минус 1 вот поскольку цида поскольку cn абелева поскольку цена белева то это действительно граммоморфизм всегда будет отображение которых отправляет в x минус 1 и для абелева группы то грамм офис для не абелевых нет потому что он меняет порядок но поскольку цена белева то это грамм офис это автоматизм так вот то есть но диэдральная группа это пример полупрямого произведения вот другой пример вы школьной программы хорошо знаете вот изометрии например как 3 до что такое движение в 3 значит а есть в движениях в 3 нормальная подгруппа рожденная параллельными переносами это конечно сама р3 просто значит это параллельные переносы вот а есть другая подгруппа которая уже не обязательно нормальная значит это те движения которые сохраняют начало координат вот ну это полупрямое произведение можете проверить значит но что нам надо проверить помните критерий теорема у нас было да значит здесь должны быть две подгруппы вот они две подгруппы подгруппа параллельных переносов и подгруппа движений сохраняющих начало координат значит пересекаются они только по единичной но нет сомнений потому что параллельный перенос никакую точку на месте не оставляет только если это нитариальный перенос вот дальше подгруппа параллельных переносов нормально но вот это требует проверки некоторые но вы можете убедиться что если так вот параллельный перенос на вектор у я обозначу через ту вот ту это параллельный перенос на вектор ну вот проверьте что если же любое движение тоже это уже в минус первое это просто тяжелу где жилу надо понимать так но движение мы же можем к вектору применить вот так что поэтому это подгруппы нормально а вот ну и что нам еще отправить что все порождают обязательно если у вас есть любое движение вы смотрите куда она отправила начало координат ну и правильным переносом вернули его назад после этого эта штука уже сохраняет начало координат поэтому все порождают вот поэтому это должно быть полупрямое произведение на действия вот она действия у 3 на 3 ну вот она это обычное действие кстати говоря у 3 на 3 правильно нашел 3 а так действует на 3 действует на f3 ну вот такое действие на и надо взять вот так что движение в ну евклидовой плоскости чё там евклидового пространства это полупрямое произведение поворотов на ну не обязательно вращение на крыба на движение сохраняющий начало координат вот ну соответственно собственное движение было бы то же самое связи с плюсик поставлю здесь я поставлю с 3 до собственное движение это полупрямое произведение параллельных переносов на повороты а ну давайте кстати это не только для не только для движения выполнена вот есть группа афинных преобразований пространства уж не знаю в школе это учит или нет есть слова афинное преобразование школьное которое прямое в прямые переводит в обычной школе нет да а вот а ну вот сейчас мы его определим да вот значит это афинное преобразование афинное преобразование пространство вот но так наивно значит наивно это следующее это просто объекция пространство на себя которая прям и отправляет в прямые то есть вот у вас была прямая вот она источник состояла эти точки куда-то отправились вот они тоже образуют прямую вот отсюда следует там много всяких интересных фактов например автоматическая на параллельное прямые переводит в параллельные потому что это биекция да если прямые пересекались то они будут пересекаться и наоборот а вот ну это очень много во всяких свойства интересных выводите там через элементарную геометрию и в конце вы выясняете что общем эта композиция растяжение движения вот ну собственно это ночи как там это называется это называется какой-то назвали сингулярное разложение да значит но вернее так это композиция движения на растяжение на еще одно движение это называется сингулярное разложение вот ну хорошо а как полупрямое произведение следующая штука это просто р-3 на вот тут вместо отри вы ставите всю жиль сильнее при образовании вот ну вот мы не можем просто так определить на лучшем элементарной геометрии не очень нужно вот как бы группу пригодится вот и а можно ее реализовать как подгруппу в значит интересно что это ее можно реализовать как подгруппу в жиль 4 то есть если вы еще одну координату добавите ну конечно и тут неравенство стуга и мы просто так принято писать а как ее реализовать как подгруппу в жиль 4 а вот так вот смотрите вот тут у вас есть какой-то вектор а тут есть какой-то какой-то линейное преобразование же вот эту полу вы отправляете так ну мне сейчас не ошибиться надо с какой стороны написать но если они не с той стороны написал значит поправьте да еще скорее всего не стоит стороны написан напишу конечно ну значит на что-то подкрутить надо ну вот в общем и целом надо вот так сделать вот это сюда вы это отправляете в же блок 3 на 3 значит матрица 3 на 3 правильно вот сюда вы пишете единичку вот а сюда вы пишете ну вот это почти а до сюда нолик вот бочная мы 4 представили как 3 плюс 1 разбили вот на блоке на такие вот в блок 3 на 3 мы пихаем наш уже а сюда выпихаем ну ну и почти все сойдется за исключением того что наверное может может там что-то надо с другой стороны было написать вот ну давайте попробуем перемножить такие две матрицы тогда просто их понятно будет ну ну да видно уже что немножко с другой стороны конечно тут но сейчас увидим хотя пока хотя пока здесь вы напишу в это функция туков а вот ну давайте значит перемножать в обратку там видно как 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 поправить вот ну вот упал уже ну вот она перевелась такую матрицу же в от у 0 1 фара у штрих же штрих вот в такую же штрих в от у штрих 0 1 а вот но дайте их перемножать вот здесь вот здесь они как перемножаются нот форму надо вспомнить так сначала я беру же один так у плюс же от у штрих так я пишу плюс потому что тут в этой группе свое сложение у нас никто вот а тут просто же же штрих вот а тут у нас что если вот эти две матрицы перемножу но тут же же штрих единица понятное дело 0 а тут что значит же а нет все правильно даже получилось надо же а вот же живо у от уж ты живо от у штрих плюс 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 врату ну то есть вам можно было не писать да это просто ждественное преобразование надо же я думал не сойдется так ну тут просто действительно же а уже у штрих плюс ну вот действительно гомофизм получился вот то есть вот афинное преобразование тоже полупрямое произведение это полупрямое произведение можно реализовать просто как подгруппу там в матрицах на единичку большую размерность вот ну и в частности естественно изометрия это подгруппа там тоже изометрия подгруппа там тоже вот ну и соответственно если они тоже живут внутри же 4 уже не внутри вот 4 конечно потому что такая матрица ничего октагональной не будет она как-то не похожа совсем на это гональному даже если же органы вот но тем не менее внутри же 4 они реализуются из движения движение эвклидового пространства это подгруппа в линейных преобразованиях уже четырехминого пространства зато линейных то есть просто сдающихся матрицей вот это вот это выражение она допустим в компьютерной графике используется если вам там надо какое-то движение реализовать да вот там картинку повернуть трехмерно ну вот естественно задаются матрицами 4 на 4 вот ну хорошо полупрямое произведение пожалуй все пока что вот теперь мы к другой теме переходим значит ну сейчас я немножко перспективу просто обрисую чтобы было понятно зачем мы все это все эти понятия вводим вот вообще хочу поговорить про простые группы простые группы это группа у которых нет нормальных делителей нормальных подгрупп ну нетривиальных естественно вот потому что всегда есть сама группа всегда истинничная подгруппа а вот если больше ничего нет тогда группа называется простой вот и простые конечные группы они как я уже упоминал они все известны на самом деле табличка есть ну там есть бесконечная серия естественно вот а есть там группы которые не попали ни в одной серии вот ну вот и я хочу поговорить как раз о некоторых примерах простых групп вот но для этого надо как-то уметь доказывать простоту так ну давайте определение какие-то введем значит же называется простая если значит любой нормальной подгруппа h в g либо h равно единице и либо h равно же ой что-то не тут все вот но при этом сама же а сама же не равна единице личная группа простой не считается ну просто так же как часу один простым не считается на один пример все легко придумают правильно тривиальный такой совсем какие группы что что ну например да c2 конечно да можно чуть обобщить вместо c2 что можно поставить cp да вот cp например так пример совсем при реально это при реально это и как бы это с ними пальца например очевидно очевидно значит же этот цепь попросту вот конечная простая группа вот ну вот мы познакомимся с еще чуть менее очевидными примерами вас познакомиться с такими примерами во первых пример а н так и синтетическая группа не имеет шансов быть простой потому что у него есть под нормальная подгруппа а вот знака переменная она уже простая при н хотя бы 5 так ну вы можете посчитать там что при н там 2 3 4 не получается там есть нормальная подгруппа ну а 2 это вообще тривиальная группа да мы не считаем простой вот а 3 4 направите там тоже нормально подгруппу есть а вот начиная с 5 она простая вот это вот это мы докажем вот еще докажем вот такой пример же так ну обозначение какой-то надо ввести psl n от f так значит могут почти все знакомо кроме вот этой буковки п да значит что такое сален отовку мы понимаем вот а это фактор пациенту значит в сален отовку может быть центр если в группе из центр то конечно она непростая потому что центр нормальная подгруппа но вот это факт вес то есть это исцелин от f q от факторизованная пациенту собственно так процентов он буквы z теперь обозначаем да вот ну там конечно маленькие исключения кроме каких-то маленьких исключений а именно исключаем мы знаем что эта группа не всегда совпадает со своим коммутантом и с цель правильно почти всегда совпадает но вот там были исключения вот такие же исключения появляются и здесь начну кроме там маленьких исключений вот ну на самом деле там есть еще несколько там примеров в таком стиле а вот будет называться группы тип ну вот это отдельно так особняком стоит вот это совсем особняком они обиливы потому что вот это тоже но вот бесконечная серия но одним параметром только параметризованные вот потом есть серии которые параметризованы двумя параметрами каким-то числом и каким-то вот в степени просто вот это называется группа типа ли вот ну и есть еще 26 исключений которые сюда не попали а вот то есть принципе такая совершенно обозрение это на самом деле маленькая табличка там таблички бывают в теории конечных групп таблички бывают намного больше да это довольно маленькая табличка вот то есть в принципе вся несовершенно обозримая вот ну и наша цель научиться доказывать простоту вот этих групп вот но прежде чем научиться доказывать простоту эти групп нам надо сначала познакомиться с одним понятием потому что мы будем использовать то что называется критерии вассавы он и вот он работает для примитивных групп вот поэтому нам надо сначала познакомиться с понятием примитивно на самом деле говорят примитивная группа на самом деле конечно это вопрос о действии то есть группа действия действует на множество когда это действие примитивно вот поэтому давайте сначала под заговорок примитивные действия а вот примитивные действия вот у нас есть группа же она действует на множестве x но все помнят что значит то есть отображение из же крест x в x там с аксиомами какими-то вот а вот у нас было понятие транзитивного действия помните да значит что такое транзитивное действие ну значит одна орбита а вот сейчас я это сформулирую немножко по-другому транзитивное действие значит не существует игрек а под множество в иксе но нетривиального игрек не равно x игрек не равно пустому которая же инвариантно которая же инвариантно то есть что это значит для любого же из же любого игрек из игрек уже игрек тоже лежит в игрек вот то есть действие транзитивное если его нельзя вот уменьшить в этом смысле нельзя мне x заменить на подмножество но это тоже самое что раньше было то есть по очевидно да что если действие транзитивное то общем понятно что если у вас даже есть один какой-то элемент множество не пустое начнем один элемент есть значит вы начинаете на нем действовать зарабатываете все x вот мы в обратную сторону тоже если у нас есть две орбиты но вот хотя бы две орбиты но возьмем одну из орбит в качестве y то есть транзитивное действие это действие которое нельзя уменьшить значит нельзя в кавычках уменьшить заменив множество на подножество заменив x на подножество x а вот а из понятия примитивное действие значит примитивное действие то же самое только x нельзя заменить на фактор множество действие примитивное но сейчас я сначала не строго скажу а потом строго примитивное если нельзя x заменить на фактор множество x по какому-то отношению к эквивалентности ну в каком смысле нельзя заменить но дать строго определить или действие же на x называется примитивным примитивное если не существует нетривиального отношения эквивалентности значит нетривиально это в каком смысле значит не существует отношение эквивалентности с такими свойствами но опять одно должно быть нетривиальным то есть значит что есть два тривиальных отношения эквивалентности либо все элементы друг другу эквивалентные либо наоборот либо никакой элемент никакому другому не эквивалентен кроме как самому себе значит такое что значит классы есть значит во первых есть хотя бы два класса эквивалентности вот и есть класс эквивалентности из хотя бы двух элементов вот это не за условия нетривиальности ну и условия собственно что оно должно быть же ин вариант значит она должна быть инвариантном следующем смысле если x эквивалентная y отсюда следует что же x эквивалентно же y любого же из же так начидайте осознаем вот у нас есть x какой-то вот что и что действие не примитивное непримитивное действие называется им примите а не транзитивное кстати она называется им транзитивным тут м а там а вот ну хорошо значит что значит что действие не примитивное значит x можно как-то нетривиально разбить на классы что вот x разбили на классы эквивалентности ну нет реально то есть у нас не то что мы взяли просто все x качество одно большого класса эквивалентности и не то что признали взяли просто одноэлементное класс эквивалентность а вот не три nuci как-то воду тебе при этом как действует же же действует так она вот эти буки перемешивает то что называется значит если у меня из два элемента из одного блока вот и какой-то элемент же то он его перегоняет тоже в блок то есть каждый элемент же перегоняет элементы отсюда в элементы отсюда ну может конечно и на месте оставить может и в тот же самый перегнать но в любом случае они не могут разъехаться то есть если они в одном блоке жили то они будут жить в одном блоке может быть в другом вот а вот если такого разберения не существует тогда действие примитивное вот такое немножко хитромное определение давайте его сведем к чему-то более простому понятному поверенную может быть не не то что понятному но проверяем так то есть хочется определить может все что угодно как проверить примитивное действие нет не будем уж мы все классы эквивалентность но кстати иногда иногда проще все по определению проверять как-то не странные мы с такими случаями столкнемся вот на чаще чаще бывает проще другой сделать так но первых простенькое утверждение значит утверждение примитивное действие транзитивно то есть примитивность это более сильного условия примитивное действие транзитивно вот ну доказательство просто если нет то забьем x на орбиты вот если нет транзитивно забьем x на орбиты то есть будем сгарить что два элемента эквивалентные если они находятся в одной орбите x эквивалентный y если существует же такое что же еще такое что игрок это же x ну мы такое видели мы так где уже делали на самом деле когда там перестановку на цикл например раскладывали мы так уже делали вот ну и понятно что это действие она первых нетривиально да потому что у нас значит нас нет транзитивно то у нас хотя бы две орбиты вот ну и орбиты из хотя бы двух элементов ну как бы ну да и значит ну комико 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 очевидно кроме значит кроме совершенно тривиального случая когда группа не вообще никак не действует кроме случая когда же x равно x любого же из же любого икс а да а x состоит из а x состоит из двух элементов ну то есть тут есть реальное исключение то есть изменение на орбите почти всегда работает за исключением 20-го случая когда у нас все орбиты одноточечное все орбиты одноточечное значит просто что группа никак не действует вот но если при этом самом их все больше двух элементов то его все равно можно как угодно разрезать на классы эквивалентности вообще как угодно вот а если вы к себе еще и два элемента то его нот его не разрезать на классы эквивалентности потому что как не режь в них по одного элемента получится ну да вот есть такое такое идиотское исключение ну понятно что в реальной жизни она не встречается а вот ну по него иногда надо помнить конечно а вот ну вот значит вот ну вот вот это вот отношение эквивалентности она конечно выдерживает действие же что-то ну же инвари вот то есть если действие примитивно это в частности она и транзитивные так ну хорошо а транзитивное действие мы на самом деле все знаем вот что такое транзитивное действие оно вот так выглядит же действует просто на классах смежности по какой-то подгруппе мы знаем что любое транзитивное действие вот так выглядит ну при этом аж можно так определить аж стабилизатор какой-то точке вот ну и давайте значит теорему сформулируем критерий примитивности значит действие же на x примитивное тогда и только тогда когда ну кроме вот этого опять же исключения то в общем то и не надо было называть примитивным но ничего не поделаешь тогда и только тогда когда она транзитивная и стабилизатор точки неважно какой максимален значит максимальная собственная подгруппа вж так что значит максимальная значит вот аж подгруппа вж и между ними нет подгрупп то есть если между ними какая-то подгруппа значит к равно же или к равно то есть а примитивные действия такие что стабилизатор точки максимально вот критерий который теоретически можно проверить на практике конечно но задали вам подгруппу ну как появляется максимально она или нет но брать любой элемент из же и смотреть что порождают h и g но теоретически это хорошо работает на практике может конечно довольно утомительно доказывать что подгруппа порожденная h и g совпадает с g но тем не менее вот ну давайте значит сколько у нас времени осталось зависимости от этого мы эту тюрему или докажем или завтра ну отлично успеем доказать вот доказательства вот ну транзитивность мы уже знаем из утверждения да вот ну давайте теперь доказывать ну допустим допустим вот в эту сторону докажем значит что если стабилизатор максимальный то действие примитивно вот а ну прежде чем в какую-то сторону доказывать вообще значит сначала посмотрим на такую штуку откуда вообще к достать то есть вот у нас же действует на жопа h как найти к которому мы будем вот этот критерий применять но давайте так вот определим к значит к это такая штука будет если у нас есть отношение эквивалентности значит если вот это от наш же инвариантное отношение эквивалентности так ну ладно давайте это давайте это будет такая ситуация сюда вот то есть мы хотим доказать что действие примитивно ну да предположим противное предположим если существует же инвариантное отношение эквивалентности ну давайте определим теперь под группу к под группу к мы определим следующим образом это такие же из же что же умножить на единичный элемент да то есть на класс h эквивалентен значит еще раз вот у нас же действует на жопа h можно так считать вот давайте теперь что такое а шажут стабилизатор да то есть это множество таких элементов же что же умножить на аж равно аж вот а теперь мы взяли какое-то же инвариантное отношение эквивалентности и рассматриваем элементы такие что же умножить на аж эквивалент на аж а не равно вот ну надо что проверить надо проверить что это под группой надо проверить что она содержит аж значит ну то что содержит то что аж содержится в кс как под множество это очевидно так что если у вас есть же элементы за что же умножить на аж просто совпадает с аж а поскольку это отношение эквивалентности он он конечно эквивалентен вот теперь почему к это под группа значит почему к под группа ну вот допустим у вас есть два элемента вот допустим g умножить на аж эквивалент на аж и к умножить на аж тоже эквивалент на аж и вы смотрите на их произведение g к умножить на аж значит что вы про это можете сказать значит к умножить на аж эквивалент на аж значит g к умножить на аж по же инвариантности эквивалентно же на аж значит тут используем же инвариантность Вот, ну Ж умножить на H Эквиваленте на H Просто потому что Ж и СК Ну а теперь по транзитивности Получаем, что ЖК на H Эквивалент на H Вот, ну и с обратным элементом Значит, пусть Ж на H Эквивалент на H Тогда что можно сказать про Ж в минус 1 H Ж в минус 1 H Ну вот, применяем опять же инвариантность Эквивалент на Ж в минус 1 G H То есть, эквивалент на H Ну, то есть, это правда H просто Значит, Ж в минус 1 тоже лежит в К Вот, так что действительно подгруппа, содержащая H Вот, если H была максимальной Если H была максимальной Значит, делаем вывод Раз H максимальная Вот, либо просто K равно H Либо K равно G Вот, но если K равно G То просто любой класс эквивалентен единичному Значит, K равно G Это значит, что любой класс эквивалентен единичному Вот, то есть, у нас всего лишь одно Всего лишь один класс эквивалентности Вот, а если K равно H То наоборот, у нас никакой класс единичному не эквивалентен Вот, ну из Ж инвариантности вы легко докажете Просто, что все На самом деле, значит, класс эквивалентности самого H Получился единичный Вот, ну из Ж инвариантности следует, что все классы единичные То есть, в любом случае у нас получается тривиальное отношение эквивалентности То есть, или все классы единичные Или существует только один класс эквивалентности То есть, справа налево мы доказали Вот, ну теперь за оставшиеся пять минут Докажем слева направо, но аналогично совершенно Так, слева направо мы уже знаем, как действовать Да, вот допустим, теперь пусть же действие примитивное Докажем, что H максимально Ну пусть H не максимально Пусть H не максимально Ну тогда рассмотрим в какую-то подгруппу Значит, тут строгое неравенство Так, как это написать Ну, давайте напишу строго меньше, хотя это не очень хороший знак А вот Возьмем подгруппу прожиточную между H и G Ну и определим теперь отношение эквивалентности Вот так мы его и определим Ну, с точностью до того, что нам надо пересисать не только Какие классы эквивалентны ничному А любые два класса, какие эквивалентны Ну вот, давайте определять Значит Давайте определим отношение эквивалентности Допустим, FH эквивалентна FGH любого G из K Ну, а F любой элемент Ну или более, так сказать В других терминах можно еще так сказать XH эквивалентна YH Если Значит, как теперь G вывозить через F и FG Что я должен сделать Y в минус первой Жу в минус первой Нет, не так X минус первый Y X минус первый Y Лежит в K Ну, вот это можно стереть Да, это для эвристики было Вот, определим отношение эквивалентности XH эквивалентна YH Если X минус первой Y лежит в K Вот, ну, проверьте, что это отношение эквивалентности Ну, это, в общем Легкое упражнение Ну, потому что транзитивность просто перемножить Два таких Вот, симметричность просто Потому что В K есть обратное Обратный X минус первый Y Это Y минус первый X Ну и рефлексивность совсем очевидна Потому что есть единичный Вот, это отношение эквивалентности Ну и, конечно, оно же инвариантное Конечно, оно же инвариантное Потому что теперь GXH Оно эквивалентно GYH Так как GX минус первый GY просто равен X минус первый Y Да, и тут X минус первый G минус первый GY G уже сократится Останется только вот это Вот Так что оно Это отношение Еще и к тому же G инвариантное Вот Ну, а раз K Строго больше, чем H И строго меньше, чем G Значит, раз K Строго больше H И строго меньше, чем G Вот То это отношение Эквивалентности Нетривиально Вот в этом смысле Оно не 3 Оно не 3 То есть раз существует Какой-то элемент Из G Не лежащий в K Значит, существует два класса Которые друг к другу Не эквивалентные Вот Ну и раз K не равно H То существует неодноэлементный класс Эквивалентность Вот, ну и все Да, это поэкзричность примитивности Вот, ну и все Теорема доказана То есть, иначе говоря Примитивное действие Это транзитивное действие Такое, что стабилизатор точки Это максимальная подгруппа В нашей группе Вот Ну а приложение этого К простоте Мы в следующий раз увидим Продолжение следует...